Сегодня поделиться очень коротким посланием с вами. Недавно мы беседовали с одним из лидеров нашей общины и затронули определённые вопросы, определённые рабочие моменты, которые случаются. И там был один момент, не буду специально его назвать, чтобы никого потом не поставить в неловкое положение, но был один момент, где одному человеку не дали сделать то, что он хотел сделать перед публикой. Вы понимаете, можно что-то делать вне глаз, а можно что-то сделать на сцене, возле кафедры, перед аудиторией. И человеку это не дали сделать, и человек сказал классическую фразу «Вы угощаете духа». И тогда мы посмеялись вместе с этим лидером. Я говорю, слушайте, я так часто это слышал в течение своей жизни. В какое место я не еду, в какой бы церкви я ни был, в любой стране, ко мне всегда подходят люди, и вот если человеку что-то не дали сделать, у него такая как бы есть заплатка на все случаи жизни. Он говорит, угошают дух, они дают духу двигаться. И у меня возникло желание рассказать об угошении духа, потому что мы действительно все имеем огромное желание делать то, что делает Дух Святой в общине, и не угошать его. И просто вопрос в том, угошается ли дух в наших собраниях. И можно сказать по-другому, или задать вопрос по-другому. Что делать, чтобы не угошался дух в наших собраниях? Поэтому тема, которая сегодня будет звучать, она называется так «Об угошении духа в церкви». Я очень желаю, чтобы у всех у нас было правильное представление, как угошается дух, как не угошается. Потому что от этого будет зависеть наша реакция. Потому что мы в одном случае можем занять одну позицию в одном потоке, в другом случае можем из-за своей же глупости, незнания описания стать против потока. Вы понимаете, что такое плыть постоянно против потока. Но это трата сил просто, правда? Вот есть река, и это трата сил. И даже есть некоторые рыбы, которые принципиально раз в году плывут против потока на нерест. Но они в течение всего этого пути тратят все свои силы. И когда они приплывают туда, там у них нерест происходит, они умирают, они погибают, потому что все силы они истратили на то, чтобы добраться туда. Это, знаете, какой-то пример для некоторых людей, которые в церкви иногда занимают такую позицию. Они не текут в потоке со всеми. Они говорят, что неправильно, туда надо плыть. Или неправильно, вот там лучше еда. Или вот там лучше дно. Вот там лучше вода. Я поплыву против потока. Вы как хотите, я поплыву туда. Ну и разумеется, там очень много рисков, когда ты плывешь против потока. Но не будем в это вдаваться. Тут каждый еще поразмышлятельный на этой теме. Тут еще много откровений можно получить по поводу, что такое ребешка вместе со стаей плывет в одном направлении. Или что такое, она одна отбилась от стаи и плывет против потока. Итак, об угошении духов церкви. И это не проблема, которая случается в какой-то одной общине с одним пастером, с одним лидером в одном городе. Нет, это проблема всех времен. Она случалась по всему миру, в любых деноминациях. Эта проблема была, есть и будет. Когда люди жаловались, жалуются и будут жаловаться, что в определенных моментах им не разрешили выступить перед общиной или что-то сделать перед общиной. То есть у людей было откровение, наставление, порочество, видение, песня, стих, танец, слово, назидание, обличение. То есть что-то было. И они посчитали, что нужно это говорить сейчас. Ну и бла-бла-бла, пропустим все технические моменты. Им не дали это сделать. И такое действие люди рассчитывают, считают, расценивают, как угодно, как угошение Духа в общине. Потому что написано «Духа не угошайте». И чтобы найти ответ на этот вопрос, когда же действительно угошается Дух, а когда нет, важно в первую очередь посмотреть на это место из Писания, о чём там идёт речь. И из-за незнания элементарных правил грамматики и, к сожалению, из-за некоторых ошибок в переводах и из-за духовной невысокой квалификации человека он неправильно толкует Писание. И давайте этот конкретный отрывок рассмотрим. Это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 19 стих. Можете открыть Библию. Я вам немножко расскажу, какие детали из греческого, чтобы мы оттолкнулись отсюда и сразу увидели, где ошибка. Смотрите, в греческом языке, как и в русском языке, существуют знаки препинания, которые указывают на какую-то логическую, на каталогическую связь между предложениями или словами. Из точки, запятые, двоеточие и так далее, и так далее. Так вот, здесь, в 19 стихе 5 главы 1 Фессалоникийцам, здесь после «Духа не угощайте» стоит точка. Ну, это в синодальном переводе. Но большинство из вас имеет современную уже Библию, и у вас там правильно стоит запятая. Но, к сожалению, многие люди о ней ещё так по памяти помнят, что там была точка. И они расценивают это как цельное предложение. Но в греческом тексте и в современных переводах грамматически этот отрывок, да и вся, если назовется, Библия, переведены правильно, особенно знаки препинания. Поэтому 19, 20, 21 стих — это одно цельное предложение. Давайте прочитаем, не врываясь контекста и не нарушая этих правил препинания. Вот что на самом деле хотел сказать тот, кто писал. Апостол Павел диктовал, но кто писал, то есть он записал мысль. Вот эта мысль, как она звучит полностью. Логическая связь. «Не угощайте Духа, пророчеством не пренебрегайте, но всё проверяйте и держите с добра». Вот это одно предложение. И это первый ответ. Люди, которые говорят, «Я что-то хотел сделать, рассказать стих, а вы не дали». Вы угощаете Духа Святого. Такому человеку не сказать в первую очередь, «Успокойся, не паникуй, не осуждай, не гневайся», потому что в этом случае никто не угощал Святой Дух. Это не являлось действием против Святого Духа. И если человек скажет, «Ну вот же написано, Духа не угощайте», вы можете сказать, «Да, есть такое место из Писания, есть такой стих, но это предложение». И оно в первую очередь имеет отношение к пророчеству. Если здесь есть запятая, и где-то есть точка, и автор придавал какую-то мысль, то есть логическая цепочка. Для того ставятся знаки препинания. Они не просто так от нечего делать. Духа не угощайте, пророчеством не пренебрегайте. Это логическая цепочка. Но всё проверяйте и держитесь добра. Поэтому в данном тексте, в данном случае, речь идёт об не угощении пророчеств. И если кто-то что-то другое хотел сделать, и ему не дали это сделать, ни в коем случае это не означает угощение Духа. Знаете, если бы по таким мелочам угощался Дух, то я вам скажу, уже давно бы Духа ни в одной церкви не было бы действия. А так, как вы видите, Он продолжает действовать, продолжает совершать чудеса, продолжает приносить перемены в жизни людей и так далее. Это не является угощением Духа, это очевидно. И кто-то может сказать, ну хорошо, по поводу пророчества. А у меня было пророчество как раз конкретное, и мне не дали его сказать. Смотрите, это место, оно же и открывает. Оно даёт не только указания, но и предписания. Вот как не угасить Дух? Оно же нам и раскрывает. Духа не угощайте. Как не угощать его? «Порочеством не пренебрегайте, но всё проверяйте и держитесь добра». То есть вот и предписание здесь же. Что это означает? Означает слово «не пренебрегать» в реческом «подавлять», «косить», «подавлять». И это значит «не подавляйте пророчество». То есть пусть они звучат, пусть они будут. Это является угощением Духа, когда вообще не говорят «у нас не будет пророчества», «у нас никто не будет пророчествовать». Этого нет сейчас, этого не существует, мы в это не верим, у нас нет пророков, у нас нет этих даров, это всё ушло с апостолами. Вот это есть угощение Духа. Он не может тогда вообще не что-то говорить или что-то делать. Поэтому нам сказано «не пренебрегать», «не подавлять Дух». И что это значит? Словом оно используется как выслушать в реческом языке, послушать, взять во внимание. То есть чтобы не угощать Дух, по факту, нам нужно выслушивать людей, которые что-то получают. Нельзя говорить «о, не-не, мне не интересно». Ну понятно, если человек с улицы пришёл, вообще неизвестный, что-то там пытается охрать какие-то пророчества, для нас тут нет смысла его слушать. Ну если это наш человек, проверенный человек, и вот он говорит «я получил какое-то пророческое слово» и так далее. То есть это правильно выслушивать, брать на заметку это пророчество. Это правильно собирать пророчество где-то, какую-то тетрадь, записывать их и осуждать потом над ними. Потому что следующее, что «ну проверяйте», всё проверяйте. Слово «всё» в реческом «каждое», каждое пророчество, потому что «порочеством не пренебрегайте», здесь пророчества стоят во множественном числе. Вот читая из реческого, учитывая множественное, единственное число, внимательно запомните или запишите. «Не угошайте духа, пророчествами не пренебрегайте, но каждое проверяйте, и держитесь, храните, оставляйте доброе». Единственное число. Как-то Библия уже даёт намёк, что их может быть много, их нужно проверять, и чётко написано, их нужно проверять. Написано, что «не пренебрегайте, но», когда стоит «но», есть какой-то элемент, что мы должны же обратить внимание, «но». Либо вы можете сесть на машине, «но» вы должны иметь права и придерживаться правил дорожного движения. Нельзя просто услышать, вы должны ездить на машине, «но». Не пренебрегайте, «но». Проверяйте каждое пророчество и держитесь доброго. То есть нужно выбирать, отсеивать, и то, что доброе, того держаться. И слово «держаться» ещё в греческом переводится как «храните». Имеет значение «хранить». То есть где-то его оставить, не просто забыть его, записать где-то, хранить, и потом придерживаться его. Допустим, было пророчество, что будет то-то, то-то, и мы храним его, и обращаем на это внимание, и делаем выводы. Таким образом, относительно украшения Духа, вы видите, что картина обстоит совсем по-другому. И если у кого-то есть сон, откровение, видение, пророчество, стих, наставление, то это очень хорошо. И в зависимости от того, где вы находитесь, какой формат служения вы можете это использовать. Если это формат общего служения, ну, конечно, нереально всё это. Всем дать возможность. А можно сказать, ну, так у меня самое настоящее, у меня самое важное. Ну, так каждый думает. И если один выйдет, потом другой скажет, а почему я не могу выйти? Один стих прочитает, скажет, а почему мне нельзя, я что хуже других? Появится отвержение, соперничество и разделение в общине. Потом есть формат общего служения, там мы уже отсеиваем, чтобы сократить всё, чтобы максимально вписаться. Время, которое у нас есть, мы слушаем асунам, старшего пастера, лидеров, мы слушаем какие-то сбалансированные послания, которые уже изначально рассчитаны для многих. Они не индивидуальны, они не личны, они для общины. И если это домашняя группа, если это вы сидите где-то, если это где-то вы на ком-то вечере, на творческом, ещё где-то, нет никаких ограничений. Ну, разумеется, есть везде какие-то правила, ну, смысл в том, что в соответствии с потоком, который есть в служении, нам нужно высвобождать дары. В соответствии с регламентом, в котором мы находимся, на конференции, на встрече, мы должны использовать эти дары. Если в регламенте это есть, говорят, если у кого-то сейчас есть, встаньте и скажите, отлично. Если этого нет, значит, мы должны это оставить для себя, и мы это потом применим в другой раз для чего-то. То ли мы это используем где-то при встрече с кем-то, то ли будем кому-то благовествовать, то ли пойдём к кому-то служить, и это будет нам в пору, это и ведение, и откровение, как пример будет. Или мы с кем-то будем беседовать, передадим, это всё равно, то есть, дойдёт до адресата. Если это что-то серьёзное, что-то важное, то никогда не переживайте, оно обязательно достигнет своей публики. Если Бог хочет, чтобы это услышали люди, они это услышат через вас или через кого-то, неважно. То есть Бог сделает так, что двери будут открыты. Если это что-то личное, а не публичное, касательно вас, или оно, может быть, просто подтверждает что-то, что уже было на служении, не обязательно его уже повторять, то ничего страшного, Дух не угощается, просто для вас это как внутри подтверждение, что и вы слышите Бога, и вы получаете. Не обязательно выбегать на сцену, восстанавливать ход служения, говорить, вот я такое получил, вот всё нужно всё установить сейчас. Я такое получил. Были такие случаи в церквях. В заключение приведу одну историю, почему некоторые люди уходят из церквей в таких случаях, и почему к ним как-то другие относятся не совсем приветливо, почему у них разногласия с общиной получаются, которые не понимают этой темы, о чём я сегодня говорю с вами. Эти люди, они похожи на пассажира, которые зашли в автобус, ну, например, которые едут из Покровска в Киев, зашли, сели, едут со всеми в Киев. Где-то посреди пути они выбегают вперёд к водителю, поворачиваются, говорят, «Стол, постановите автобус! Слушайте все мне внимательно! Мы едем во Львов!» Все, «Почему?» Водитель говорит, «У меня рейс, то есть у меня есть бумага, у меня есть транспортная, то есть я еду в маршрутный лист, точнее, я еду в Киев. Нет! Я получил откровение, мне нужно во Львов, там баня есть классная, раки, то есть я получил откровение». Знаете, действительно человек может получить откровение, но вот если поток, если в маршрутном листе на сегодня курс такой, то это звучит глупо, правда? И это очень сложно убедить весь автобус и водителя изменить маршрут. Поэтому можете угадать, какая будет реакция у всего автобуса водителя по отношению к этому пассажиру. То есть он или успокоится, сядет на свое место, или они его просто высадят с автобуса и скажут, «Ну иди себе во Львов пешкаря». Или он начнет там руль крутить, начнет устраивать там какой-то дебош, будет что-то делать. Ну вот это иллюстрация, в церквях некоторых такое происходит. Человек получает откровение и думает, «Вот все, что остальное, все это ерунда. Все, что вокруг происходит, то, что там пастор говорит, то, что там лидер говорит, все это ерунда. Вот то, что я получил, это правильно». И действительно, во Львове есть хорошие бани и хорошие раки. Но я хочу, чтобы вы услышали, есть поток. И самое безопасное двигаться в потоке. И это и есть Божий план. Если выйдет группа прославления и все вместе помолятся, «Дух Святой открой нам песню, которую играть и петь». Попробуйте, сделайте такое группа прославления. Только не говорите потом кому, друг другу точнее, что вам Бог открыл. Даже можете после моего учения выйти и сделать это. Будет очень весело. И не сговаривавшись, на счет три начните все играть то, что вам открыл дух, какую песню. Знаете, что произойдет? Попробуйте. Это будет интересная музыка. Такая дисгармония, такая какафония. И спрашивается, «Как же? Неужели Дух Святой в единстве не хочет двигаться? Неужели он всем разный открывается? Есть поток. И есть кто-то, кто задает поток. Бог уполномочил людей, которые направляют. И мы можем только присоединиться к потоку. Это будет правильно. Есть птица, которая летит. И весь косяк за ней летит. Есть рыба, которая возглавляет косяк в воде. И за ней все рыбы плывут. Только так мы можем быть в потоке. И по поводу прославления. Есть лидер. Но если выйдет лидер, и он заиграет что-то, и все могут потом вписаться в этот поток. Барабаны вступить, клавиши вступить. Так происходит. Лидер начинает петь. Кто начинает играть что-то. Кто начинает лидировать. У кого-то это гитара, у кого-то это клавиши. И все начинают вступать. Или в другой случай они просто сговорились какую-то песню петь. Но это в другой случай, когда они просто сказали будем петь вот эту песню. Я говорю, когда кто-то следует за кем-то. Я хочу помолиться, чтобы это учение дало вам свободу. Чтобы кто-то из вас сказал «Фух, слава Господу, я не угощал Дух Святой». Или чтобы кто-то другой из вас сказал «Фух, ну слава Богу, Дух не угощался, все нормально». Это были просто технические, обычные моменты. Ничего страшного там нет. И пусть это поможет вам вооружиться и помогать другим. Потому что будут много раз такие ситуации, когда вы поедете, куда-то будете в гостях, на какой-то конференции, и кто-то будет сидеть вам и просто плакаться на плече, или негодовать будет. Духа угощают. Духа угощают. Вот я вот получил слово, пришел, понес к сцене, его не прочитали. Духа угощают. Чтобы мне сказали «Расслабься, никто ничего не угощает, все нормально, да, я почитаю. О, классно, молодец, о, супер, давай дальше. Все нормально, давай». Так это так нужно было сейчас, чтобы все это по всему миру услышали. Не переживай и так все, что нужно, услышали. Бог продолжает наблюдать за своей церковью, продолжает все делать. И не думай, что все эти люди ошиблись в том, что тебя не послушали. Не переживай, Бог держит все под своим контролем, и не переживай, земля будет крутиться. И без того, что ты не сказал эту вещь, не переживай, все тут не развалится. Я вас благословляю этим, размышляйся над этим. Господь, я благодарю Тебя, что у Тебя все проще, мы просто усложняем, все усложняем, у Тебя все проще. Спасибо за дары, спасибо за то, что ты действительно многими вещами нас благословил. И пусть для всего этого будет время и место. И дай нам мудрость, как действительно всем дарованием, талантам найти применение. И, конечно, дай нам мудрость не ставить клише на каждую ситуацию, когда что-то кому-то не дали сделать, чтобы мы не говорили, что долго угощали. Прости, если мы такое говорили, делали или думали. Мы понимаем, что другие вещи угощают в виду. Когда мы грешим, когда мы ссоримся, когда мы гневаемся, когда мы вспредничаем. Вот это действительно зло. А нам всем дай мудрость, любить друг друга, быть в единстве, служить друг другу каждым этим даром, который есть. И пусть за все будет Тебе воздана слава. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.